В минувший вторник Кабинет региональных министров принял проект развития в Тверской области программы семейной и демографической политики до 2025 года. На заседании, где она и была озвучена, присутствовали эксперты, которые оценили ее эффективность. Тему продолжит наш корреспондент. Госпрограмма Тверской области по развитию демографической и семейной политики сформирована в рамках задач, поставленных в национальном проекте «Демография». В частности, это увеличение рождаемости, снижение смертности, а также количество неполных семей и разводов. Перед нами стоит очень непростая задача – это переломить многолетние негативные демографические тенденции и процессы, которые происходили и, к сожалению, еще продолжаются в Тверской области. Мы с вами должны реализовать новый комплекс мер поддержки семьи, который должен способствовать увеличению рождаемости и численности населения нашего региона. Сейчас наша задача – это максимально широко информировать жителей о реализуемой системе государственной поддержки, обеспечить ее доступность и своевременное получение. Эксперты говорят, программа, одобренная правительством, – это реальные шаги к увеличению не только количества численности населения, но и многодетных семей в регионе. В первую очередь необходимо обратить внимание на проблему прерывания беременности. Грамотный подход к планированию семьи позволил бы сейчас иметь совсем другие цифры прироста населения, считает руководитель отдела социального обслуживания беженской епархии Петр Губанов. Мы открыли кабинет противоабортной профилактики при ЦМСЧ-141 в Удомле, и там за пять с лишним лет мы спасли 193 ребенка, что равно 12 группам детского сада. Даже если мы спасли бы одного ребенка, для нас это было бы огромной радостью и победой. В деле улучшения демографической ситуации большие надежды возлагают на современную молодежь. В Тверь приезжают студенты, которые способны получить образование, создать семью и принести пользу своему региону. Для них реализуют программу поддержки талантливых студентов, которые получают материальную поддержку в размере почти 30 тысяч рублей каждый месяц. В университете есть несколько проектов по привлечению в Тверь, в Тверской государственный университет молодых людей. Причем не просто молодых людей, а молодых людей талантливых, сильных, действительно тех, которые смогут создать крепкую семью. Это поддержка высокобальников и призеров, победителей Олимпиад региональных, международных и всероссийских. Такие ребята приезжают и на протяжении полугода в Тверском государственном университете получаются серьезную стипендию. Для молодых семей, в том числе и студентов, которые образовали новые ячейки общества, уже предусмотрен целый ряд мер по поддержке со стороны региональных властей, в том числе и помощь с погашением ипотеки. Ведь наличие собственной квартиры или дома станет большим плюсом в вопросе создания семьи и рождения детей. Хорошие материальные условия в несколько раз увеличивают возможности и желания будущих родителей стать многодетными. Меры, которые предусмотрены, они действительно комплексные. К числу таких положительных моментов мне нравится, что речь идет о такой синхронной помощи. То есть речь идет не только о молодых семьях, которые планируют рождение детей, но и поддержку уже существующих. Мне кажется, это правильный акцент, потому что если мы будем ориентироваться только на то, что кто-то когда-то задумается о рождении ребенка, то, конечно, мы не получим вот этого ожидаемого всплеска по цифрам в плане демографии. По итогам обсуждения темы с экспертами губернатор дал ряд поручений по доработке региональной программы по развитию демографической и семейной политики. Одно из них – о создании центров планирования семьи, где будут получать медицинские консультации семьи, которые готовятся к появлению детей. Анализируем ситуацию с дополнительными мерами, которые уже касаются больше, наверное, общего развития. Это изменение переформатирования медицины, чтобы женские консультации взяли на себя большие функции, в том числе как и центры планирования семьи, и в том числе там могли бы при необходимости проходить обследование, или было бы какое-то направление для будущих отцов, которые тоже, как мы прекрасно понимаем, являются неотъемлемой частью проекта по демографии. Еще одно поручение – развитие сети филиалов областного перинатального центра. В этом году планируется открыть их в Нелидове, Ржеве и Кимрах. В следующем – в Вышнем Волочке и Бежицке.